Добрый вечер в прямом эфире на телеканале НСЕЙ новости в студии Анастасия Лушникова. И сейчас коротко о главных событиях к этой минуте. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Ус провел первое рабочее совещание с правительством края. Какие задачи он поставил перед министрами? От края ждут больше. Край должен стать неким опорным регионом Сибири и России в целом в полном смысле этого слова. Красноярские перевозчики просят поднять стоимость проезда в общественном транспорте. Какой тариф они считают обоснованным? Люди начали реально экономить в том числе на поездках на общественном транспорте. Лучшие образцы театрального и художественного искусства представят в столице края. Какие культурные проекты стартуют уже на этой неделе? Мы, как вы видите, у нас целеполе будет, мы деревню принесем в музей. Ну и вот, это наша идея. И в одном из парков Шарыпово вскоре появится композиция в виде трех аистов на пятиметровом постаменте. Как работа над ней сплотила жителей этого города. Красноярские перевозчики пытаются поднять стоимость проезда в маршрутках. Владельцы автотранспортных предприятий считают, что одна поездка должна стоить от 25 до 31 рубля. Евгения Шелковникова разбиралась, насколько эта цена обоснована и соответствует уровню сервиса, который сейчас предлагают маршрутчики пассажирам. У нас два маршрута работали в минус круглый год, 90 и тройка. Один из самых крупных красноярских перевозчиков, индивидуальный предприниматель Виктор Сидоров, первым подал заявку на повышение стоимости проезда в маршрутках. Его предприятие обслуживает семь маршрутов, в автобусном парке более ста машин. Однако бизнес рентабельным не назовешь, уверяет предприниматель. По его мнению, стоимость проезда должна вырасти хотя бы до 25 рублей. Ведь в последнее время экономику городских автотранспортных предприятий подорвали два фактора. Подорожание запчастей для автобусов и резкое снижение пассажиропотока. За последний год количество пользователей общественным транспортом сократилось сразу на 10%. Частично это объясняется автомобилизацией, но в большей степени это объясняется кризисным явлением. Кто-то потерял работу и не ездит. Кто-то предпочел три остановки пешком пойти. Кто-то вообще поменял работу на поближе, чтобы оптимизировать свои издержки. Кто-то лишний раз к тёще в гости не поехал. В общем, по разным причинам, но люди начали реально экономить, в том числе на поездках на общественном транспорте. Исходя из логики бизнесмена, очередное повышение транспорта и вовсе сделается с красноярцев заядлых пешеходов. Тем временем, за последние несколько месяцев десятки красноярских перевозчиков сделали заявки с расчетами на повышение проезда. И 25 рублей – одна из самых низких цен. Некоторые бизнесмены попросили повысить цену за проезд до 31 рубля. Только тогда это будет сопоставимо с расценками в других крупных городах страны. Например, в Екатеринбурге проезд маршрутки стоит 28 рублей. А в соседнем Новосибирске и вовсе работают без тарифного регулятора. И сами определяют цену. Стоимость проезда по городу варьируется от 25 до 32 рублей. Последнее повышение тарифа произошло в октябре 2015 года. Тогда стоимость проезда в красноярских маршрутках выросла с 19 до 22 рублей. Перевозчики жалуются, что тарифы не пересматривались уже в течение двух лет. Тем временем, они по закону имеют право просить о повышении стоимости проезда каждый год. Допустим, цены на проезд в красноярских маршрутках снова вырастут. Но что перевозчики могут предложить взамен? В Департамент транспорта города ежедневно поступают десятки жалоб пассажиров на различные неисправности маршруток. Зимой холод в салоне, курение водителей за рулем, проезд остановок. А уж про нарушение правил дорожного движения и говорить не стоит. В Красноярске зафиксирован случай, когда водитель маршрутки совершил 31 нарушение правил дорожного движения за один рейс. И это вовсе не все претензии горожан к работе общественного транспорта. Я езжу часто на «семерке», и он маленький автобус, и постоянно толпучка. Какое бы время ты ни села, в любом случае там толпа, и до сих пор маленький автобус. Не увеличивает автобус. Захожешь в некоторые автобусы, и там очень грязно бывает. Просто пыль. Перила берешь и смотришь на руки, там пыль. И также, когда просто стоишь, автобус начинает ехать, там очень много газов у него выходит. Там какой-нибудь 68-63 автобус. Вот у них больше злоток побывает. Вообще плохо ходят. По времени, вот я сегодня 61-й, я живу на Металургов. Я столько ждала вообще так долго. И встретила его только навстречу шел, Чуремушки остановка. Вот это был первый автобус, ни туда, ни это. Ну, в общем, вот так вот плохо ходят. Подорожание до 25 рублей перевозчиков не спасет, потому что развивать и совершенствовать обслуживание по такому тарифу просто нереально. В этом уверен председатель правления Красноярской ассоциации пассажирских перевозок Михаил Омышев. Впрочем, считают, он можно вполне обойтись и без удорожания проезда, если сократить протяженность маршрутов и расширить пересадочную сеть. Самое страшное – это у нас маршрутная сеть. Это длинная маршрутная сеть, когда за эти 20 рублей, 22 рубля, можно проехать из Чуремушек до Итлужанки. А это 36-38 километров, вот с учетом вот этих всех вещей. Нет ни одного города. В среднем продяженность маршрута от 9 до 12-15 километров. В региональном министерстве транспорта успокаивают. Никакого возможного изменения тарифа в краевом правительстве не предвидят. Однако тарифное дело действительно рассматривалось. В ведомство обратилось более 50% перевозчиков, работающих в Красноярске. Все они получили уведомления об отказе. Это находится все в рамках законодательного поля. У нас право каждого на свое мнение имеется. У нас здесь достаточно все прозрачное и понятное считается. То есть здесь нету никакой, по сути, субъективных факторов. Есть методика, есть затраты. Посмотрел, сопоставил, сходится. Значит, принимаются какие-то дополнительные решения. По крайней мере, в этом году красноярцы могут быть спокойны. Стоимость на проезд в городских маршрутках точно не изменится. А вот на следующий год маршрутчики вновь намерены подавать заявление на пересмотр тарифа. Возможно, тогда этому и найдется экономическое обоснование. Евгения Шелковникова, Максим Галат, Александр Ермошенко, Всеволод Никитин. Новости. Остается надеяться, что маршрутчики еще и правила дорожного движения станут соблюдать тем более по отремонтированным дорогам со свежей разметкой. Движения по Красноярской улице Северная на участке между Космосом и Перекрестком железнодорожников могут открыть до конца недели. Там уже практически завершены асфальтовые работы. Сейчас дорожники приступают к благоустройству. О ходе ремонта подрядчик сегодня во время выездного совещания доложил главе города Эдхаму Акбулатову. Согласно проекту, здесь расширили проезжую часть, провели ливневую канализацию и установили новые опоры освещения. Мэр отметил, что сразу после реконструкции проспекта Свободный возникла необходимость привести в порядок и улицу Северная, так как на нее устремился дополнительный поток машин, выезжающих в сторону Брянской и обратно. Работы здесь по контракту должны быть завершены 30 октября, но очевидно, что работы будут завершены раньше. И движение вот на этом участке между улицей железнодорожников и улицей МРЧК я думаю, что вполне реально открыть уже буквально к концу этой недели. Но для этого необходимо установить светофорные объекты, для того, чтобы обеспечить безопасность и соответствующую регулировку движения, нанести разметку. Но это я отношу к категории работ, которые вполне могут быть сделаны в кратчайшие сроки. А вот пример, как крупное предприятие помогает решать социальные вопросы в городах и районах края. Сгоревший многоквартирный дом в Кодинске восстанавливают при участии Багучанской ГЭС. Гидроэнергетики приняли такое решение, когда стало понятно, что завершить стройку до наступления сильных холодов не удастся. И это лишь один из примеров социальных обязательств, которые берет на себя руководство станции. Как еще Багучанская ГЭС влияет на жизнь в Кодинске, расскажет Сергей Сеславин. Двухэтажный деревянный дом по адресу Маяковского, 3, почти полностью сгорел в ноябре прошлого года. Восстановительные работы сначала велись за счет местного бюджета и на деньги, которые гидроэнергетики собрали сразу после ЧП. Потом средства кончились и стройка замерла. Но на Багучанской ГЭС решили своих не бросаем и презентовали сертификат на 10 миллионов рублей. Багучанская ГЭС выделила вот эти деньги. Мы урезали до нельзя сметы на восстановление. И в принципе дом подведен будет под чистовую отделку. Все конструкции будут выполнены. И где-то в первом квартале в следующие годы жильцы смогут заехать в свои квартиры. Активно помогает Багучанская ГЭС и местному центру дополнительного образования. Теперь здесь есть современные компьютеры, проекторы, видеооборудование и лицензионное программное обеспечение. С помощью всего этого местные школьники осваивают мультипликацию, графику и 3D-моделирование. Думаю, я просто люблю из пластилина всяких персонажей. А здесь именно снимаем. Такого очень сложного нет. Тут просто нужно уметь снимать и там измочивать. Все вот это вот накладывать и монтировать. Здесь есть и профильные энергетические классы, где ребята постарше углубленно изучают физику, электрику и, конечно, принципы работы гидростанций. Уже выпустилось 4 таких класса. После окончания обучения на профильных специальностях в вузах они смогут пойти работать на ГЭС. Приезжала сюда Аксенова Елена Анатольевна. Это ректор корпоративного университета Росгидро. И предложила нам поучаствовать в новой образовательной программе от новой школы к рабочему месту. Естественно, они ставят задачу привлечь как можно больше талантливых школьников ко владению такими специальностями, чтобы в последующем предоставить им место работы на своих объектах. Руководство Богучанской гидроэлектростанции принимает активное участие практически во всех аспектах жизни Кодинска. Благоустройство общественных пространств, ремонт дорог и строительство. Также энергетики оказывают спонсорскую помощь многим муниципальным организациям. Помогаем городу, потому что предприятие достаточно знаковое. Раньше оно было городообразующим. Сейчас мы это делим. Первенство с лесной промышленностью. Конечно, помогаем. Есть такое шерстное от Кежемской районной больницы. Было перечислено за некоторое время, несколько лет, порядка чуть больше 5 миллионов рублей на закупку оборудования для данной больницы. Также мы помогаем Кодинскому политехнику. Мы выделили здания, выделяем мебель, помогаем иногда материально. Такое внимание к судьбе Кодинска понять легко. Около 40 лет назад тысячи людей приехали сюда из разных уголков страны, чтобы возвести одну из самых мощных и технически обеспеченных гидростанций. И все это благодарность энергетиков тем, кто своими руками строил Богучанскую ГЭС. Сергей Сеславин, Максим Галат, Андрей Крупнов. Новости. В России стартовала осенняя призывная кампания. Сколько молодых людей из нашего края пойдут служить, расскажем через пару минут. Вы смотрите новости на телеканале НИСЕ и мы продолжаем выпуск. Александр Ус, временно исполняющий обязанности губернатора, провел сегодня первое рабочее совещание с членами регионального правительства. Он поприветствовал коллег, отметив, что всегда относился к министрам, как к товарищам по работе. Александр Ус отметил, что хорошо знаком с приоритетными задачами по развитию края, однако, по его словам, губернаторское видение ситуации отличается от депутатского. Сейчас правительство региона, что называется, нужно сверить часы, чтобы в ближайшие недели подготовить отчет о состоянии дел в крае для федеральных властей. От края ждут большего. Край должен стать неким опорным регионом Сибири и России в целом в полном смысле этого слова. Мы были таким локомотивом, что называется, того, что затем было обозначено в качестве восточного вектора развития страны. Поэтому задача, что называется, добавить динамики, упругости перед нами стоит. В свою очередь, депутаты городского совета сегодня не утвердили членов комиссии по выборам главы Красноярска. Пять претендентов стали известны уже две недели назад, а сегодня на внеочередной сессии 10 из 27 народных избранников решили не поддерживать эти кандидатуры. По правилам для утверждения списка необходимо минимум 19 голосов «за», поэтому на 5 октября решено назначить еще одну внеочередную сессию. Это последний срок для утверждения членов комиссии. В случае, если этого вновь не произойдет, выборы мэра могут быть отложены. В Лисосибирске продолжается ремонт на двух городских площадях. Их благоустройство стало возможно благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды. Из-за дождливого сентября сроки сдачи этих объектов немного сдвинулись, а жители с нетерпением ждут, когда закончат ремонт любимых ими мест отдыха, которые они выбрали сами. Тему продолжит Анжелика Александрова. В рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды Лисосибирску выделено около 15 миллионов рублей на благоустройство общественных территорий. Еще летом горожане сделали выбор в пользу двух площадей, отдаясь в них с памятником участникам Ненесейско-Маклаковского восстания против Колчака. Этот объект уже должны сдать в эксплуатацию, но из-за постоянных дождей сроки сдвинулись. Мы живем просто здесь, ну, как пять лет уже живем в этом районе. Пяти минутах ходьбы вот от этой площади, как бы с ребенком, с маленьким. Главное, сейчас он еще сам ходит, а раньше с коляской, то вообще погулять негде, потому что у нас в районе практически весь район, это частный сектор и либо вот одна центральная дорога. То есть с ребенком сходить некуда. Сейчас как бы сделали новую площадь, появятся лавочки, наконец-то, надеюсь, освещение и будет хоть куда сходить. Даже во время ремонта площади семья Хрисанфовых, как и многие другие жители окрестных домов, приходят гулять именно сюда и наблюдают, как идут работы. Новые асфальты, парковочные места уже готовы. Совсем скоро откроются красивые виды на реку Маклаковку. Оборудуют лестницу для спуска к воде, установят скамейки. Урны высадят газон. Строители обещают закончить все это в ближайшие 10 дней. Хорошо, что делали смотровые площадки. Когда гуляешь с ребенком, ребенок рвется постоянно туда, там река, там опасно. Здесь делают забор, будет вообще очень удобно гулять. Примерно через неделю закончат ремонт и центральной площади «Десятилетие Лесосибирска». Этот небольшой уголок – основное место отдыха жителей южной части города. Владислав Косолапов больше 30 лет живет в доме напротив. Говорит, впервые за долгое время здесь основательно взялись за благоустройство. Одним из главных достоинств проекта считает оборудованную парковку на 30 машин. Парковка замечательная. Конечно, ведь негде здесь встать, подъехать, отдохнуть, допустим, вечером. Да просто вот так вот. Сюда приезжают часто молодожены. Фотографируются на фоне вот этой елки, значит, да, стеллы так называемой. Ну, тоже, как бы, это ритуал своеобразный. И стать-то им негде. Здесь и цветочки, и скамеечки, и молодежь влюблялась, значит. Ну, все это прекрасно. В рамках федеральной программы здесь обустроят детский городок, установят больше 10 видов качелей и других приспособлений для игр, высадят деревья. 700 квадратных метров территории, сделаны новые тропинки, сделана парковка 60 метров вдоль дороги, поставлены светильники новые, сделаны новые насадки на фонтане, заменена система водоснабжения с насосом, питание фонтана воды. Ремонтные работы в следующем году на центральной площади Лесосибирска продолжатся. Планируют привести в порядок и саму стеллу. Специалисты уверены, следующим летом это место станет самым ярким уголком Лесосибирска. Анжелика Александрова, Евгений Замасчиков, Новости. В России стартовала осенняя призывная кампания. По словам военного комиссара Красноярского края Андрея Лысенко, из нашего региона в этот раз в армию планируется призвать 3,5 тысячи молодых людей. Почти все они будут распределены по военным частям за пределами региона. Уже известно, что на альтернативную службу отправятся 20 человек. Они будут работать почтальонами и санитарами в социальных домах. Служить в президентском полку будут 15 молодых жителей края. И завершится призывная кампания 31 декабря. Призывники выбирают сейчас нигде служить. Они выбирают рот войск. У нас понятно, 80% призывников, которые приходят, это десантники. Еще 20% это морские пехотинцы. Все остальные ничего не знают, потому что вообще-то об остальных родах и видах вооруженных сил мало известно. К сожалению, мало известно, но это поправим. На сегодняшний день нужно отметить, что на 20 тысяч человек призывной контингент, сокращение произошло призывного контингента. Если раньше 154 тысячи человек призывалось в масштабе страны, то теперь 134 тысячи. Это связано, прежде всего, непосредственно с переходом вооруженных сил на контрактную, на профессиональную основу многих подразделений. И, естественно, подразумевает некоторые сокращения. Выставка картин русских художников, детский театральный фестиваль и Красноярская биеннале. Что интересного приготовили организаторы, расскажем после рекламы. Вы смотрите новости на телеканале НИСИ и мы продолжаем выпуск. Сразу три крупных культурных проекта стартуют в Красноярске на этой неделе. Среди них две выставки и детский театральный фестиваль. Что на них можно будет увидеть и какие известные люди приедут в краевую столицу, расскажет Валентина Береснева. 12-я Красноярская музейная биеннале под названием «Мир и мир» стартует в музейном комплексе «Площадь мира» уже 5 октября. Специально для этой выставки художники из Австрии, Германии, Голландии, Украины и России посетили наши села и деревни и окунулись в настоящую сельскую жизнь. Впечатлившись русским бытом и, конечно, пейзажами, художники создали свои произведения, которые выполнены в разной технике. Здесь есть инсталляции, фото, видео, живопись и графика. Например, это инсталляция московского автора Бориса Матросова. Он презентует забор как неотъемлемую часть деревенского ландшафта. А это инсталляция сразу трех австрийских художников из клуба «Фортуна». После поездки в село Ширяево им пришла идея сделать огромный леденец. И вот в течение трех дней художники и волонтеры варят карамель, чтобы заполнить полотно. 120 килограммов сахара и более 70 литров сгущенки. Столько сладостей ушло, чтобы сделать эту семиметровую стену. По словам художников, гости выставки смогут не только посмотреть на нее, но даже попробовать на вкус. А здесь сейчас подготавливают инсталляцию русской художницы из Англии Александры Аникиной. После того, как она побывала на своей малой родине, у нее появилась идея перенести те самые деревенские поля в музей. Мы, как вы видите, у нас целое поле будет. Мы деревню принесем в музей. Ну и вот это наша идея. Эта выставка пробудет в краевой столице до 28 февраля. Однако самое интересное – презентации проектов, кинопоказы и встречи с художниками пройдут до 8 октября. Также 5 октября в Красноярске откроется еще одна выставка. Она посвящена 30-летнему юбилею регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской Академии Художеств. Мастера трех регионов представят более 200 работ. Здесь найдется, что посмотреть любителям живописи, декоративно-прикладного искусства и скульптуры. Если мы уже традиционно знакомы с творчеством наших соседей по нашему сибирскому региону, то на этой выставке можно будет увидеть работы совершенно других художников. Другая школа, другой цвет, другое какое-то мироощущение. На мой взгляд, эта выставка – такой показатель того, что Красноярск действительно является таким центром магнетизма. Выставка в музее на выставочном деловом центре Сибирь продлится до 25 октября. Третье крупное культурное мероприятие стартует 6 октября. Это второй фестиваль юного зрителя «Язык мира». Здесь детишкам и взрослым предложат сходить на литературные чтения, посмотреть кино, пройти мастер-классы и поучаствовать в театральной лаборатории. Одним из самых ожидаемых событий станет приезд Сергея Безрукова со спектаклем «Маленький принц». Также в краевую столицу приедут Санкт-Петербургский и Томский театры кукол. Тема сказки, она более широко представлена. Если мы в том году исследовали коренные народы Сибири и вообще те народы, которые проживают в Сибири, на каком языке родитель говорит со своим ребенком, языке сказок, языке мифов, легенд, сказаний, то в этом году мы расширили спектр. Сказка является составным компонентом, но это сказки в более широком их представлении. Ну и тот проект, который я очень люблю как родитель, потому что этот фестиваль для нас был очень важен. Он был инициирован театром юного зрителя. В прошлом году мы проводили его впервые. Это фестиваль юного зрителя «Язык мира». Разные площадки будут задействованы. И в этом году у нас и театр оперы и балета, и Красноярская краевая филармония также предоставляют свои площадки для масштабных спектаклей. В рамках трех крупных проектов жителям края представят лучшие образцы театрального и художественного искусства. И это стоит посмотреть. Валентина Береснева, Алексей Гусев. Новости. Шарыповский городской парк. Общественники решили украсить символом мира и семьи. На пятиметровом постаменте в ближайшие дни появится композиция в виде трех аистов. Ее создание по-настоящему объединило работающих над этим проектом людей. Как, расскажет наш корреспондент Александра Арепьева. Утро в кузнице начинается шумно. Молодой мастер заканчивает работу над своей первой объемной фигурой. На изготовление металлического аиста ему потребовалась неделя. В компанию к первой птице будет изготовлена еще одна и птенец. И самому интересно все-таки как-то выделиться, проявить себя в городе. Это обычный листовой металл, полоса 5 на 4. Ну и металл тут, ну разный в общем металл. Ну полнотелый, как в кузнице используется. Семья аистов – социальный проект. Алексей сразу согласился принять в нем участие. Он притворяет в реальность идею общественников. Пятиметровая композиция с гнездом аистов на вершине появится в Шарыпове благодаря победе в краевом конкурсе. Вместе с кузнецом над созданием скульптуры трудится и Юлия Смирнова – женщина-сварщик. Высокая, холонна, декоративная, красивая. Даже мне очень нравится. Правда, это тяжеловатая, конечно, конструкция. Но мне нравится. Эскиз конструкции разработал местный архитектор Владимир Чарушин. Памятник с гнездом аистов установят в спроектированном им же Шарыповском парке «Белый». Здесь уже все готово к обустройству арт-объекта. Сам грант документально оформила и защитила супруга архитектора. Она – волонтер местного общества инвалидов. На выигранные 100 тысяч рублей парк на границе двух микрорайонов сделают еще привлекательнее для горожан. Ну самое такое востребованное место. Рядом находится библиотека, вот тут школа, здесь вот центр семьи шарыповский. И в принципе здесь все время много народу. И мы решили, почему бы не сделать приятное горожанам. И вот эта вот круглая площадка, и четыре скамейки, которые будут рядом – это как своего рода каворкинг-зона, зона для общения. Этот проект стал хорошим подарком для всех шарыповцев. Семья аистов – это первый масштабный символ семьи мира, который появится в городе в ближайшие дни. Александра Арепьева, Дмитрий Шевцов. Новости. 2-0. Именно с таким счетом завершилась финальная игра по футболу между командами Ачинска и Ужура. Но в этот раз на поле вышли не настоящие футболисты, а роботы. Назарова прошел фестиваль, где голы забивали умные машины под управлением гениальных юных техников. Подробности интеллектуально-спортивных поединков в материале далее. В городе Назарова впервые прошел зональный этап робототехнического фестиваля, куда съехались больше, чем полсотни участников из Ачинска, Большого Улуя, Ужура, Зато Солнечный, Шарыпова и Назарова. На футбольном поле с каждой стороны один вратарь и всего два нападающих. Для того, чтобы забивать голы в ворота с помощью робота, совсем не обязательно уметь играть в настоящий футбол. Тут необходимо хорошо разбираться в технических процессах, но цель, как в любом футболе, одна – забить мяч в ворота противника. Они управляются посредством блютуз, через телефон, через определенное приложение, называющее «Электрилем Патрол». Там есть три режима управления, то есть там наподобие, как на самолете управлять самолетом. У нас эта дисциплина уже на два года идет. В прошлом году я тоже занимал места. Соревнования роботов проходили в четырех номинациях. Траектория, битва роботов, робофутбол и сумо. В последние роботосумоисту необходимо вытолкнуть соперника за пределы ринга. Это очень эмоциональный вид спорта, пусть будет так, для ребятишек – это вид спорта. Прошла траектория, будет сейчас еще одно из самых командных мероприятий – это битва роботов. Сфера робототехники активно прогрессирует и подает надежду. Многие из юных техников планируют и в будущем всерьез заниматься машинами. Например, Матвей хочет стать преподавателем по робототехнике. Мой робот, он быстрый, высокопроходимый, может объехать любые препятствия. Робототехника дает мне знания, конструкцию, инструкцию. Я очень в детстве, когда был вообще маленький, очень любил лего. Когда узнал, что есть такое лего, сразу пошел. Но сначала меня не взяли. Потом, когда я пошел во второй класс, меня взяли, я начал заниматься. Выиграл свой первый кубок. Для детей занятие робототехникой – это выработка усидчивости и внимательности, а также умение работать руками. Все эти факторы помогают ребенку развиваться гармонично и всесторонне. Победители зонального этапа соревнования представят свою территорию на краевом этапе роботех 2017. Кристина Лешина, Алексей Алюнин. Новости. Старшее поколение красноярцев не отстает от молодежи. Активные бабушки и дедушки занимаются в самых разных кружках, студиях и секциях. Пенсионеры краевого центра ходят на гимнастику, плавание, танцы и даже изучают иностранные языки. Как можно влиться в ряды неунывающих людей, знает Валентина Береснева. Стряхнулись, стряхнулись, стряхнулись. Пошли круговая. Стопа работает. Раз, два, три. Не забывай лицо, лицо. Делаем так все красиво. Так начинаются занятия в группах здоровья для людей старшего поколения. Более 30 бабушек с горящими глазами приходят сюда дважды в неделю, чтобы не только поправить здоровье, но и для поддержания себя в тонусе. 80-летняя Мария Старушкина – одна из них. Женщина начала заниматься спортом, когда вышла на пенсию. И вот уже 25 лет в ее графике не так много свободного времени. Ведь надо успевать не только на эти занятия, но еще в бассейн и на танцы. Дети поддерживают активную маму и бабушку и берут с нее пример. Очень хорошо дети относятся. Довольные. Я говорю, довольные, что я занимаюсь. Я их не обременяю ничем. Здоровье я хорошо себя стала чувствовать. То были какие-то болячки, а тут сейчас все прошло. Был что? Стихондроз там, бронхит у меня был. И он куда-то ушел. Именно выходя на пенсию, необходимо было и эту категорию населения учесть. Они очень активные. У них девиз, не могу сказать, «жизнь только начинается». И поэтому вы не представляете, какие они активны, как приходили в кросс-спорт, и как агитировали начать это направление. Мы это, естественно, подхватили. У нас есть работают штатные инструкторы. А это реабилитационный специализированный тренажерный зал «Бодрячок». Здесь восстанавливаются после болезни красноярские пенсионеры. У каждого из них индивидуальный план занятий. Для этого есть все – оборудование и квалифицированный инструктор. Еще одно не менее любимое увлечение активных бабушек – это рукоделие. Например, сегодня они занимаются росписью по ткани. Получившиеся в итоге шарфы будут носить сами или подарят подругам. На этом увлечения представителей старшего поколения не заканчиваются. Для меня, мой народ, моя родня, я без мысли об народе не могу прожить и дня. Утром мажу бутерброд, сразу мысль. А как понимаешь, народ и кровь не везет в горло, и коньяк не рьется в рот. А так проходят репетиции народного любительского театра «Скомарок», которому в этом году исполняется уже 12 лет. За это время они не раз завоевывали призовые места на городских и краевых конкурсах. Сейчас актеры-любители репетируют спектакль «Сказ про Федота Стрельца» «Удалого молодца». А вообще в их репертуаре около 15 постановок, и каждая не подходит очень серьезно. Текст заучивают наизусть, тщательно продумывают костюмы. Все должно быть идеально – и туфли, и нашивки на платьях. Особое внимание уделяют гриму. Не обходится и без стандартных театральных конфликтов за главные роли. Но их удается решать мирным путем. Делится Валентина Коржанова. Она здесь с тех пор, как вышла на пенсию, уже 11 лет. В сегодняшнем спектакле играет роль Федота. Говорит, раньше мужчин в трупе не было, поэтому ей и досталась мужская роль. Но для настоящего таланта это, как и возраст, не помеха. Друзей здесь обрела много, очень даже, и друзья очень хорошие. Дома меня поддерживает, муж всегда меня с удовольствием отправляет сюда. Ну, приходят и сестра, и еще знакомые. Иногда и цветы дарят, иногда коробочку конфет. Ну, мы, в общем, вот так вот живем, такой вот жизнью. Это уникальные клубы, которые организованы специально для людей старшего поколения, в которых они принимают участие. На сегодняшний день на базе муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания существует и функционирует 37 клубов разного вида деятельности. Чтобы попасть в одну из таких секций, необходимо обратиться в Управление соцзащиты по месту жительства. Там дадут подробную информацию. Стоит отметить, что кроме кружков и клубов по интересам, красноярские пенсионеры также активно участвуют в жизни города. Например, благодаря их инициативе обустроены сотни цветочных клумб, подъездов и балконов. Похоже, что старшее поколение во многом может дать форму молодому. Валентина Береснева, Алексей Гусев, Новости. И еще один герой, с которого можно брать пример. 67-летний красноярец Владимир Емельянов. Чтобы держать себя в тонусе, он решил передвигаться по городу и за его пределами только на велосипеде. Он ездит на нем и зимой, и летом, при любой погоде. Мужчина работает учителем физики в гимназии. Рассказывает, что первый раз сел за руль двухколесного транспорта, когда ему было 5 лет. Когда подрос, понял, что на велосипеде можно доехать практически куда угодно. Самое большое расстояние, которое ему довелось преодолеть, 100 километров. Ездил в гости в деревню Еловка Большимуртинского района. Сейчас периодически катается в Бобровый лог и на Красноярскую ГЭС. По городу каждый день Владимир Емельянов накручивает по несколько километров. Общественным транспортом старается не пользоваться, чтобы не стоять в пробках. В крайнем случае предпочитает вызвать такси. По словам мужчины, такой способ передвижения позволяет ему чувствовать себя бодрым, несмотря на возраст, а также существенно экономить. Автобус мне очень не нравится, потому что в нем обычно душно и жарко. И толкаться надо, это мне не интересно. Я толстый и ленивый, поэтому движение в самом деле это жизнь. На велосипеде я позволяю себе, соответственно, не угробляя колени, так что обычно при беге и на горных лыжах травмируешь. А на велосипеде я такую посадку себе создал, когда колени не болят. И к этой минуте это были все новости. Своей информацией делитесь по телефону 236-01-36. Комментарии оставляйте на сайте enisei.tv.